Так как мы рассчитываем на 2 часа, значит скоп разработки надо ограничить. И хотелось бы услышать от вас тему приложения. Что-то в стиле должно быть одной сущности, которую мы списочек сделаем, создание, удаление, редактирование. Я предупреждал, на начальном уровне рассчитывали. Что-то такое будем делать в плане для наводки, как мы планировали, рассчитывали. Или что-то вроде анонимных объявлений, какие-то текстовые поля, фоточка или еще что-то. Ваши идеи? Список покупок. В общем, как дизайнеры, вы угробили, то есть угробили с оборудов. Просто список городов с фотографиями. Список городов с фотографией. Смотрите, в чем мы про покупки. Покупки тут можно просто на отображение сделать, потому что в покупках проблема с корзинкой. То есть, когда вы начинаете что-то добавлять, то у вас уже появляется немножко больше, нежели просто айтем. Вам надо их куда-то складывать, как-то сохранять, и у нас тут времени не хватит. Если на отображение магазин, мы запросто можем сделать. Не магазин, а именно... Короче, ага, подробное приложение покупок синхронизации на это с отображением. Реальный заказчик, вот вы видите, вот так вот анализируется требование. Вы говорите, да, окей. А у вас, то есть, список, туду-лист обычно, или нет? Ну, приблизительно, туду-лист с фотографией, цена, например, скидка, и он, получается, уже итоговый эти список синхронизирует с сервером. Я понял. И веб-сайт его показывает на отображение. Вы создаете, значит, вы увидели в каком-то магазине какой-то прикольный товар со скидкой, вы его зафотовали, написали, какая скидка, имя, описание его, и закинули на сервер. Да. Окей, хорошо. Еще есть или останавливаемся? Если, давайте. Вот описок заведений развлекательных, чтобы пользователь мог зайти, посмотреть по городу, что есть. Можно подтягивать с какого-то сервиса всю эту информацию. Смотрите, мы сервис, наверное, не будем прикручивать, потому что у нас будет сервис свой. Сережа будет писать как раз сервер в сайт. Мы хотим сделать так, чтобы вы увидели, как разрабатываются параллельно. И когда начинается пока, когда сервер с клиентом разошлись, и в конце не сошлись в одну точку. Окей, еще. Что-то на уровне телефонной книги списка контактов. Список контактов. С облаков. Ну да, облаковое. Так, а теперь давайте. У нас есть три идеи. Сутиняют, да? Нет, есть список. Есть список товаров со скидками, есть список городов и список контактов. Голосуем. Первая идея про список покупок. Это самое сложное. А? Нет, мы... Они все одинаковые, если честно. Там работа с камерой присутствует? А? Работа с камерой? Нет. Ну, будет выбор пока что из галереи, а потом, потому что на эмуляторе очень сложно подъявить. А, то есть на реальность будет тест? Ну, если хотите, я выкину, да. Я уверен, что можно будет на сервер. На сервер, скорее всего, вам не получится попасть, потому что наши сети разделены. Вот, а локально, наверное, будет работать. Вот, так что давайте. Покупки. Покупки. Кто? Окей. Ты считала? Да. Список городов. Я не считаю. Я считаю. Список городов? Пошел? Нет? Извини. А контакты? На два голоса больше. На два голоса больше? Делаем контакты. Приступаем. Ну, значит, что у нас есть в контакте? Поехали. Сбор требований, да? Обычные киа у нас собирают, да? Ну, ладно. Ну, в контактах, как всегда, да? У нас есть какой-то вентити, да? Это, блин, контакт. В общем, ничего нового. Давайте определимся, что... Ну, давайте так, скажем так. Стандартную телефонную книжку с динамическим количеством полей, скорее всего, мы не делаем. Давайте определимся с количеством наших полей, которые мы хотим. Понятно? Должно быть имя, да? Дальше. Номер телефона, конечно. Номер телефона. Двать на три. Двать на три поля. Спасибо. Три номера телефона. Двать на три. Номер телефона, да, рабочий. Рабочий, домашний. Окей. Дальше. До стола. Да. Адрес? Адрес давайте в одну строку. Еще раз. А зуба какая-то фотография. Фотография. Телефонная сочетка. Е-мейл. Соцсети какие-то там. Так хватит. Так хватит вам соцсети. Вот, смотрите, соцсети, да? Что происходит в проекте? Когда мы видим, мы не попадаем во время, да? Чертится. И это все, что дальше, хотелки, это фичи, да? Пишем в соцсети. Если мы через два часа успеем, до соцсети идти, мы напишем. Номер банковской карты. Ой, нельзя. Смотрите, насчет номера банковской карты. Скорее всего, ваше приложение не пройдет в марке, да? Потому что ваше приложение не пройдет сертификацию. Некоторых, если вы хотите публиковать, конечно, если это ваше личное приложение, вы можете чего угодно делать, да? Но если вы такое захотите опубликовать, чтобы хранить номер банковской карты, во многих странах есть законодательства, которые обязывают такие приложения пройти сертификацию государственную, чтобы получить разрешение, да, на то, что все, что вы храните, не будет украдено, да, и вы ими не воспользуетесь. Поэтому банковская карта, при условии, если вы захотите проходить сертификацию, и в каждом стране свою, если там в U.S. продаете в U.S., в U.K. своя, ну и везде по-разному. Давайте. Комментарий? Давайте. Окей. А дату рождения может быть? Дату рождения? Дать возраст. Нет, подать тебе рождение, пускай возраст. Ну, давайте, дату рождения. Да, и птича. Клювы дошли. Ну, да. Да, птича. Птича. Что мы хотим? Смотрите, как все происходит, да, в реалии. Вот мы написали, ну, заказчик сидит и говорит, блин, хочу, ну, у нас 2 часа, да, вот там у заказчика намного больше, да, какое-то, но все равно определенное время. Вот он говорит, написали ему такую раскладку, смотрит, нет, хочу, допустим, дёрстай, да, вот сюда. Что делает девелопер? Девелоперы говорят, ммм, а давай какое-то выкинем поле, мы же не можем все успеть. Он говорит, нет, хочу, и хочу телефон. Девелоперы говорят, ну, давайте тогда совместим 3 телефона в один, через запятую запишите, и будет все хорошо. Да, ну, как-то так это работает, вот, торговаться не будем. Ну, и, значит, что мы можем делать с контактами? Естественно, с контактами это список, да, добавление, редактирование, удаление, и синк на сервер. Синк на сервер, значит, у нас, ввиду ограниченности, да, пока что не будет юзеров, вот, скорее всего, либо анонимный юзер будет, знаешь, как Сережка мы сделаем, можем девайс ID оттачить туда, и по девайс ID скачивать. Окей. Да, как бы, чтобы, ну, чтобы не шарить контакты, в принципе, можно сделать одну общую, да, хранилку контактов. Так работают всякие, допустим, не знаю, паблик, да, какие-то, как справочники, так можно делать. Вот, но если вы делаете личный, и у вас нет времени сделать на юзера, можете виндить контакты к конкретному девайсу, грубо говоря, не имея юзера, да, чтобы твой не увидел кто-то, зашиваете какой-то уникальный идентификатор к контакту и вперед. Ну, это посмотрим насчет контакта, о, насчет идентификатора, вот. И, значит, что происходит в этом теперь списке, да, вот мы сейчас придумали новую фичу, да, которую нам надо реализовать, это вот, как бы, анонимный юзер, фактически. И мы видим, она попала в конец, да, но явно фича важнее всех остальных, поэтому что делается, ну, у нас тут не подвигать, да, если бы карточки было, мы просто бы ее перегинули сюда, ну, мы индексируем, есть сам приоритет 0. Приоритет поменяли, значит, это все сдвинулось, если успеваем, делаем разделение контактных книжек по юзерам. Так, ну, наверное, на этом все. Это изначальная стадия. Дальше девелоперу, наверное, уже ничего, ну, как, ему, конечно, надо знать, что делать с этим всем добром. Что дальше происходит? QA должен выяснить требование, QA lead, да, должен требование к каждому из полей. То есть, что у нас здесь? Name, ну, name, понятно, да, free text. Возможно, там какие-то ограничения системы и невозможно вводить какие-то символы, грубо говоря. Вот, дальше телефон, их три, да, у нас, понятно, телефон, опять же, тут начинается вариации. Либо просто free text, либо с ограничением только символы, либо начинается форматированный вывод и прочее, прочее, прочее. Это все надо записывать. Почему? Потому что все видели, наверное, картинку в интернете, кто не видел, поищите, что хотел заказчик, да, что он получил в конце, когда там качельку делали, а получили непонятно что. Вот, потому что всякие бывают интересные вещи, когда заказчик просто потом говорит, ну, это же очевидно. Ну, такие, ну, круто, вам очевидно, а мы... Вот, потому что он с этой идеей живет, да, ему это очевидно. Адрес у нас будет free text, фоточка понятна, ну, и email, тут опять же, все прописывается, ограничение на email, да, там, валидация, что не может быть пустым, и это не free text. Вот. Все. И еще одно важное замечание, это required, это не required поля, потому что мы, в принципе, по дефолту можем сказать, что все optional, да, и вообще ничего не заполнять, пустой контакт создавать. Очевидно, что, наверное, имя и, скажем так, телефон, да, давайте мобильный вверх, а рабочий и этот поменяем, да, значит, это у нас required звездочка, это required mobile, email, work, phone, email, но регистрации не будет. Да, email, ну, фоточка, фоточка так себе, да, в общем, имя и телефон хотя бы, все остальное будет опционально. Может, нам выбор от 93-х телефона? В смысле? Ну, чтобы не обязательно, но, главное, чтобы 11-го был. А, какой-нибудь. Нет. Ох, ой, хорошо. Какой логике тогда можно делать, либо умный телефон, либо email? Ну, мы-то так, ну, книжку делаем или email? А давайте он продуктовный расскажет. Ну, без разницы, в принципе. Все, телефон будет. В команде еще важно, чтобы выбор был решение, да, почему? Потому что такие споры могут ходить до бесконечности. Есть продуктовный, которому дают этот выбор, либо это, либо это, да, как бы, и он должен уже определиться. Если он сделал выбор, этот выбор всегда фиксируется четко, грубо говоря, в письменной форме, чтобы потом, в конце, когда он сказал, нет, я тут передумал, знаете, вы неправильно все сделали, денег не дам. Вот, вы ему показали письмо, где четкий был выбор один из двух, да или нет. И так, что, а может, а если успеем, да, нет, а потом все остальное. Так, ну, наверное, с моей стороны все. Кто? Дальше. Сейчас. Наверное, дальше вступает QA, который начинает вот это все ковырять, потому что ему потом писать по этому тесту, если все это тестировать. Вот, поэтому я сейчас начну немножко подковыряю вот это все дело. Я запишу сюда, что у нас еще будет список наших контактов, да. Так, помимо того, что у нас будет сущность, у нас будет список наших контактов. Мы эти контакты можем добавлять, редактировать и удалять, да. Так, дальше любимое дело QA, это, собственно, по каждому полю. Поле name. Поделимся быстренько, сколько это у нас будет занимать символов. Наверное, символов 20. Наверное, символов 20. Хватит вам 20 символов. Сейчас. Не хватит. Имя, фамилия, если вы захотите записать там имя директора, имя, фамилия, отчество. А для директора мы не будем использовать, мы не будем добавлять. Или напишем имя такое, чтобы вот влезло 10 символов. Давайте срочно туда больше 100 символов не может быть. Больше 100, окей. 100 туда. Значит, у нас здесь 100 символов. Дальше на телефон. И потом на 16. И да, то есть для каждого из телефонов у нас будет по 16 символов. Так, дальше адреса. Ну, адрес может быть большим, а тут символов, что мы не знаем. Хватит вам, заказчики согласны, хватит вам кто-либо или больше. 200 давай. 500, больше 200. 500. 500, заказчики согласны? Вам окей? Отлично. Что-то записывать 500. Заведите, как деликатно кьюла общаться с заказчиком. Ну, правильно, правильно, правильно. Дальше, фото. 24 минбалки. Да иди-то. Ну, вот просто так, иди-то. Не, ну, форматы. Собственно, есть небольшой минус, если вы загружаете, то они будут очень долго грузиться у вас. Скорее всего. А сайт не обрабатывает. Давай здесь? Да. А мы с Лжакем сделаем такой. А где все любое догляще? Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Символов 50. Окей. Значит, ограничение у нас максимальное. А вопрос такой. Мы реализуем функцию с фотографией? Если успеем. Фотографирование. Фотографирование, да. Загрузка фотографии. Ну, загрузка фотографии. У нас есть фотография, и загрузка с фотографией. А вот какой стандартный выбор? Весит фотография с Android девайса? Кто знает? Там по-разному. В зависимости от вы девайса. В зависимости от камеры, которая... Вопрос как с ограничением быть? Вот для этого есть требования. У заказчиков всегда есть требования. Все равно у них есть диапазон. Молодцы. В процессе тестирования они появляются. Для тех камер, которые у нас есть на Android девайсах, я бы тогда рекомендовала до 5 мегабайс сделать. Так, значит, у нас до 5 мегабайс. Уже разработка пошла. Значит, у нас до 5 мегабайс. Так, поля мы определили. Списочек определили. Добавляем, удаляем. Ну, печи понятно. В принципе, у кем уже на данный момент вопросов нет. Если они будут, то наши заказчики рядом. Это огромный плюс. На самом деле, когда заказчики рядом, когда разница с заказчиком в часов 8, например, и у вас уже вечер, заказчик пока проснулся, я попиваю кофейок, общается с вами, еще не включившись просто в процесс. На самом деле, общаться очень сложно. Но мы сможем общаться с вами напрямую сейчас в процессе разработки. Так, я, наверное, да, пожалуйста. Судьте решить, пожалуйста, побольше, чтобы попутнее. Вот здесь, пожалуйста. А тем временем вы уже успели заметить, что пока вот здесь вот я для себя все прояснял, у нас уже активно началась разработка, да, процесс такой. Сереж, я, наверное, передаю слово дальше по разработке. Да, здесь мы будем делать веб-приложение. Начинать мы будем с баз данных и с REST-сервиса, API-сервиса. Это вот наши первые шаги, после чего мы будем делать ангуляр-приложение, которое будет использовать этот же REST-сервис, соответственно, 10 минут. Вот, сначала мы занимаемся тем, что мы проектируем нашу сущность. В данном случае это наш контакт. Объект контакта. Мы создаем новый класс контакта. Мы указываем, какие у него есть поля. Мы указываем, какие для него есть ограничения. Что, к примеру, у нас обязательно его указываем. Мы указываем, что у него максимальная дласть 100 символов, 16 символов, 16 и 16. У адреса у нас максимально 500. Потом у нас идет фото. Потом у нас идет кмейл. Мы указываем эти поля, после чего на основе этой модели мы автоматически генерируем базу данных. И потом по ней мы начнем писать веб-клиента. Фоточка у нас будет храниться не в базе данных, а на файловой системе. Поэтому здесь у нас в базе данных будет храниться только ссылка к этой фоточке относительно файловой системы, опять же. Вот мы описали нашу сущность. У нас получилось сколько там полей. И теперь мы в дотнете, если такая вещь называется ITT-фарморк, это механизм доступа к базе данных. И он позволяет автоматически генерировать саму базу данных в первый раз на лету. И вот мы как раз этим механизмом воспользуемся. Он не всегда хорош, но в принципе, что время он умеет экономить. Вот если мы, к примеру, сейчас запустим менеджмент струк, чтобы посмотреть базу данных. И сейчас мы допишем этот контекст. этот контекст, секундочку, неожиданно. Мы напишем этот контекст, мы не укажем connection string, который нам нужно, например, нагуглить. Connection string. Мы укажем здесь connection string, по которому наше приложение будет ходить в нашу базу данных. Connection string. И нам надо нагуглить, почему, потому что... Просто у нас все почему, потому что... Чтобы вручную написать все это. Мы указываем сам connection string, мы указываем, что мы будем использовать локальный чертовый библия, что мы используем локальный сервер баз данных, который установлен у меня на лотбуке. Мы указываем название базы данных, это будет counter.deb. И указываем, что третий подсигонный библия данных будем использовать текущего пользователя. Вот мы указали наш connection string, назовем его... Назовем его... Contacts. Теперь мы указываем, что вот этот контекст будет использовать этот connection string. Если мы сейчас откроем мою локальную базу данных, то... Которая там вроде как видно. Да, точно, вершина бы сначала запустить. L-сервер. Запустили. Вот у нас список баз данных. Видно, не видно, если не видно, я могу... Окей. У нас здесь две базы данных, нашей нет. После чего мы при старте приложения используем тот наш описанный контекст. Используя его механизм, мы можем создать эту базу данных в первый раз. Оно не всегда хорошо. Почему? Потому что если база данных изменяется, то не всегда... Ну, это может теряться часть данных. Но в нашем случае нам... Нам вполне нормально. Вот этот код будет выполняться при старте нашего веб-вложения. И если мы его запустим, соответственно, мы видим... Сейчас у нас тут еще ничего нет. Оно запустится. Мы можем проверить. Базы данных у нас нет. После чего мы выполняем вот этот вот кусок кода, который упал. Да, потому что у него не указан connection, у него не указан провайдер, который он должен использовать. А имя провайдера, это у нас в данном случае... Action. Это у нас SQL. который будет использоваться в нашем случае, потому что мы используем Microsoft SQL соответственно. Значит, нам должен использоваться этот провайдер. Идем опять в нашу базу, проверяем, где он рефреш. Делаем рефреш базы нашей метро. Выполняем этот кусок кода, он выполнился. Идем в нашу базу данных, нажимаем на рефреш. У нас появляется здесь наш контекст вебе. Если мы ее посмотрим, там будет две таблицы. Одна таблица, которую мы спроектировали, собственно, это наши контакты. В ней используются все те ограничения, которые мы указали на уровне кода. То, что ID, имя, его длина, блаблаблаблабла. Вот так вот сделать. Идлак, идлак. Вот. Указываются все наши поля. И еще есть вторая таблица, она сложебная, она нам не столь важна в данный момент. Вот. Возвращаем в Z. Вот мы сделали нашу базу данных. Теперь мы будем делать наш API, есть разные механизмы создания этого API. В принципе, мы выберем самый простой, используя сам MVC. MVC, к слову, это фреймворк для Детнета, который позволяет обращать немного разработку приложения. И вот мы как раз его и будем использовать для этого. здесь мы создаем нашу вешечку, она у нас пустая, она автоматически генерируется пустой. Если мы запустим сейчас наше приложение, то мы увидим пустую вешечку. Вот она все время, можно закрыть, 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 закрыть. Вот какая-то у нас пустая страничка в данный момент. Пустая страничка, больше тут ничего нет. Теперь мы идем создавать наше API. То, собственно, тот механизм, с помощью которого андроид-приложение будет получать наши данные, наши данные сервера. Для этого мы будем использовать, опять же, наш контент-доступ к базе данных, который мы, опять же, должны потом уничтожить. хорошее право, как будто бы такая. И потом мы описываем методы, которые там будут в этом API. Первый метод, который у нас будет, это у нас будет метод find. Метод find, сейчас я делаю это плеем. Метод find, который просто... А, нам еще нужно делать модель. Или нужно? Можно, не нужно, не нужно, не нужно. Сделаем модель. Или сделаем? Сложный выбор. Не будем делать модель. Вот. Вот наш API метод. И мы здесь будем просто навсего получать все наши контакты таким вот образом, загружать из базы. и мы их будем возвращать назад в виде JSON. JSON – это такое представление объектов с помощью текста. Вот все то же самое наше положение. Если мы сейчас пойдем в нашу базу данных и добавим там... 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 какой-то телефон, номер, адрес, чего-то там... и... e-mail. Вот мы добавим в нашу запись. Теперь, если мы откроем наш API, который у нас находится по адресу API, это имя контроллера и имя метода, то в данном случае будет вот так вот. API find. То он в виде JSON обернет и ничего не вернет. Бонус. Бонус. Это, кстати, стандартный exception. Потому что хорошая практика безопасности считается не возвращать данные через GET-запрос. Но мы их допустим и будем их возвращать. Вот он нам вернул наши данные в виде... А, где-то кнопочка. Это наши данные из базы в виде JSON. Указывается имя свойства, значение, имя свойства, значение и в каком-то виде. По факту это все те поля. Вот Гена будет использовать вот этот вот API для, собственно, для своего получения. Следующими шагами мы будем добавлять остальные методы. Это методы создания сущности, методы обновления, удаления и редактирования. И, наверное, пока я буду это делать, Гена может сглопить свои части. Да, смотрите. Да. Я забыл в начале, сделаю доктора структуры андроид-приложения. На самом деле, любое более-менее сложное андроид-приложение должно состоять из трех частей. Это, причем практически друг от друга должны не зависеть. UI, контент-провайдер – это ваши данные, и сервис, который обрабатывает все запросы, которые работают с данными, всю выполняете сервис асинхронно, сохраняете контент-провайдер, и UI уже оттуда выгребает данные. Ну и плюс сервис может входить в API, в любой, который там вам предоставляют, для того, чтобы опять же асинхронно загружать данные, вставлять их у вас в данных или что-то с ними делать. Это, в общем, такая схема всегда работает, если вам нужны какой-то оффлайновые работа-приложения, то есть с контактами. Если бы мы делали нечто типа «загрузи с интернета, покажи», возможно, было бы все этого избежать и чуть-чуть попроще устроить. Но когда мы хотим «интернет пропал», а данные у нас остались, приходится, всегда должна быть приблизительно такая схема. Ну и дальше, в зависимости от этой схемы. UI, понятно, стандартные контролы, activity-фрагменты, будем делать со фрагментами. Самая сложная, из чего тут кажется, это фоточки. Но опять же, загрузка фоточек, такой вопрос, да, еще? Вот, как бы на все эти куски приложения существуют уже готовые библиотеки, грубо говоря, то есть все крайне надо нам, писать велосипеды, конечно, полезно для начинающих, но мы сегодня велосипеды не будем делать, будем пользоваться стандартными липами и покажем, как это все делается. То есть UI у нас тут ничего нет, кроме загрузки будет через ПКСу идти, сервис такой, библиотечка без загрузки и картиночек. Контент-провайдер будет реализован через библиотеку тоже мою, сервис будет через такая библиотечка из Граунти, команд сервис архитектуру реализует. Ну а походы в API у нас будут в конце, так как сервер еще в разработке, к нему еще ходить бесполезно. Будем через Retrofit, штука, которая в декларативном порядке, вы отнесете просто чего вы хотите, она все делает за нас. Вот, это то, что касается архитектуры. Дальше у нас будет... Значит, что нам дальше? Если мы хотим все юзать эти библиотечки, раньше нам надо было пойти, скачать и установить, да? Сейчас мы юзаем игры. Вам видно там? Или увеличить еще? Очень плохо. Ладно. Видно, как и перенит. А, давайте. Что ж вы такие? Нам морковки больше есть. Либо селоком шаги. А ну, еще? Сейчас переключаем. Давайте еще 24 пускай свет. И световая. Играл? Ну, придется. Вот, чего я хочу показать, да? Как в Build Scriptе описывается Dependence, и что нам практически ничего не нужно делать, чтобы получить все необходимые библиотеки. Вот, дальше после этого я продолжу писать два фрагмента, которые будут отображать списочек, и второй фрагмент, который будет на добавление, ну, создание и редактирование. Ух ты. Создание и редактирование. Ха. А Android Studio еще в беке или релиз? Существует кучка библиотек платинов, которые уже доступны, и вам ничего в основном делать не надо. Просто подключаете то, что вам хочется. Сейчас оно поребет. Чем больше ты делаешь? Еще больше? Да. Ну, нечто. Хорошо. А как же я тогда буду смотреть? А у меня тут вообще-то больше. Уже она отвлекилась. Ну, да. Ладно, давайте еще фунтсайз отправим. Где моя 28? Где моя 28? Так? Да. Окей. Значит, что делает опытный разработчик? Видите, вот эти подсказки, это называется live template. Не надо все помнить. Можно, во-первых, воспользоваться Google, либо воспользоваться уже готовым live template. Я буду подключать свои библиотеки, публичные на самом деле, и поэтому шаблончики у меня все есть. Библиотека, которая нам даст доступ к двум другим библиотекам на самом деле. Сейчас мы вам покажем. Это настройки APT-LIP. Библиотека, которая подключает две другие библиотеки. Вот. Вот мы ее объявляем. Что она делает? Я говорю, к лагину APT-LIP, подключи мне Notated SQL и подключи мне Ground. Я Notated SQL, это будет наш content provider. Ground это будет сервис, command service, который будет выполнять веграундные задачи. и нам нужны еще dependency, которые нам... Вот, вот и dependency. То есть в dependency мы объявили, мы хотим получить API. Вот видите, да? API и Google библиотек. Генераторы нам от них не нужны. Мы хотим Ficasso. Для Ficasso нужно еще... Ну, для Ficasso ничего не нужно. Для Recrofit нужно две дополнительные библиотечки, сам Recrofit. Ну, а вот это... Это P.U.I. вот относится... Почему Compact, да? Почему Compatibility? Все знают, в Android девайсе существует зоопарк, разные. Пятерка, четверка, двойка, слава богу, умерла. Вот. Но пятерки появились фичи, четверки их нет, поэтому ребята делают бэкпорты. Бэкпорты – это значит фичи. Пятерки перевести на четверку, да? Вот, всякие там, вроде бы четверки уже есть Action Bar этот наш, но появляются Recycler View, новый List View, есть стандартный List View, пятерки новый появился. Вот его надо затащить, Card View надо затащить, и чтобы сработала тема Material, надо все равно затащить еще Compatibility библиотеку для активистов. Вот. Ну, с этим набором мы и начнем жить. Наверное, все, да? Я тему попробую исправить. Субтитры сделал DimaTorzok и все же. Хорошо. Я думаю, что все уже знают, что тестировщик тем временем тоже не сидит без дела, он начинает планировать тестирование. То есть, каким образом он будет проводить тестирование. Пока требования уже какие-то для него есть, ему нужно настроить тестовую среду. Нужно будет определиться с тем, где мы это будем тестировать, где вообще будет использоваться приложение. Кстати, уважаемый заказчик, у меня к вам, собственно, вопрос по поводу конфигурации. Мы как-то это не выяснили. На какой, ну, понятно, на вроде такой, да, ну, девайс, бэр-приложение, какой браузер вы чаще всего используете? Для чего бы вам было удобнее? Просто браузер. Так, просто браузер. Видите, даже разработчик. Поддержка шестого. Ну, что-ка, ладно, давайте. Ну, нет, с тем не проще, да? Так, ну, это мы совсем будем. То есть самый распространенный, как это хоп, 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 сафари. Окей. Можем добавить и есть, наш разработчик, сейчас наш разработчик будет наш бить, он потом тихонечко посадит, но будет делать. Значит, что мы делаем? Мы определились с конфигурацией. дальше тестировщик планирует себе тестировать не на всех не на всех проектах но конечно в любом случае тест-план должен быть минимум голове тестировщика того чтобы понимать как будет проходить вообще тестирование собственно я взяла один из банальных песни чего мы берем качаем с интернета темплейты темплейты согласно стандартам я один уже темплейт взяла который более прямо с примерами и начала делать название название нашего собственно первая версия в данном случае этот темплейт идет с объяснениями что нужно писать со всякими нотами как помощь для тестировщика дальше уже тоже начала заполнять что наша первая версия первые наши что кто вносит изменения собственно как выглядит обычный тест-план цель что мы будем тестировать важно определить тестовую стратегию тестовый подход у нас будет два приложения приложение для андроидов приложение для веба то есть гостина нужно будет определиться какие битве тестирование внизу использ Для андроида, какие виды тестирования мы будем использовать для веба. То, что мы успеем за текущие 2 часа, я думаю, это смог тестирования будет. И думаю, это будет функциональное тестирование. Тестирование инсталляции андроида, когда оно будет готово. Собственно, дальше по тест-плану можно комбинировать абсолютно любыми способами. Оставлять то, что вам нужно. Убирать то, что нам не нужно. Ну, например, в данном случае у нас нет никакой документации. Мы только что это все требования обсудили и придумали. Документации никакой у нас нет. Ни спецификаций, ни из кейсов, ни проект-плана. Собственно, это можно абсолютно спокойно удалять. Это сделаю по тестовой стратегии. Значит, что? По тестовым типам мы решили определиться, что там это у нас будет. Тест. Так. Ну, собственно, дальше я пропишу сюда. Терри, техники, которые будут выполняться. Для смоутеста я также напишу чек-лист. Я думаю, объяснять не надо, что такое чек-лист. Значит, функциональное тестирование мы оставляем. Где-то тут еще было тестирование инсталляции. Значит, в этом все, скорее всего, не успеем. Это все можно выбирать. В юзер-энтерфейсе, да, хотелось бы было, особенно для андроид-приложений. К сожалению, сейчас не успеем, но, возможно, в дальнейшем, в будущем, когда-то оно будет сделано. Значит, это виды тестирования, которые здесь идут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Н.Егорова